Всем привет, с вами снова Фиуранес, мы по-прежнему в Age of Mythology с модом Legends of Middle-earth. Сегодня, как я обещал, у нас Рохан. Рохан у нас немножечко смахивает на этих самых, на египтян, поэтому здесь половина зданий бесплатная, это не может не радовать. Так, ну и сборщики, я думаю, здесь один, да? Крестьяне чуть-чуть дороже, есть также охотники, которые хорошо добывают еду с охоты. Можно, кстати, парочку построить. Так, да, точно, это Рохан. А Роме, это Рохан. Тут у нас Королевский Гвардеец и два Влучника. Немножечко сомневаюсь, что вот эта пачка из троих заберет пачку из шестерых, которые у нас... Я забыл. Короче, эльфы первые. Ривендау, вот. Так, это я так подозреваю обычного Будда Посейдона. Яу. Так, вот они вылезли, охотники. Охотников надо ждать, чтобы они чисто поперли на оленей. Мошань, конечно, курицу хорошо будут забирать. Ну, охотники, кстати, не все строить могут. Да, точно, и мы своя, это самое, на постройку. То есть, если эти могут строить хранилище, то эти нет. Но зато стоят одинаково. Я больше в обычных боюсь. Так, это у нас бесплатное. Олени что-то не хотят к нам идти. И здесь дан обычный Катаскопус. Так, карта довольно-таки нестандартная. Это, я так подозреваю, лес, где произошла битва... С этими... С уруками. Но единственное, я смотрю, карта еще и заставляет нас рубить дерево. Ну, кстати, прикольно. Я когда-то делал полностью карту всю в дереве. То есть, игроки по углам. У них чуть-чуть свободного пространства. Все остальное это лес. В центре несколько городских центров и большие залежи золота. Также средние залежи золота там... Ну, где-то вот здесь вот. То есть, до них докопаться надо было. Но, сами понимаете, такая каточка не быстро проходит. Яу. Че, олени, не хотите идти? А, не, подошел один, ладно. НТЮ, АК, ТАЮ. Архи Римская конюшня сразу, да, надо подозревать здесь в основном в КАУ играть. Хотя казарма, может быть, и будет. Так, хорошо. Золото есть? Да, золото есть. Отлично. Так. Кстати, здесь, может быть, я даже не буду играть в несколько веток. Вот про эту я и так могу вам рассказать. Сыграем только, наверное, одну катку. А вот это усиливает вашу КАУ, силу и скорость. Вот эти лошади, как осадные, хорошо используются. У них осадный урон, причем там немаленький. Остальные все грейды тоже идут на лошадей, на всадников. Вот в этих я не играл, поэтому берем их. Единственное, надо за всех сыграть, попробуем, или хотя бы в одном блоге посмотрим несколько способностей, или за разных богов будем пробовать играть. Надо посмотреть ветку вот этих богов у Харада. Я не играл ни разу, ни за одного из Харадрима здесь. Ну, как, в принципе, и за Рохан. Интересно, фермы здесь тоже будут за золото? Так, я же навек, ага, прыгнул. Это что? Attack from the steps. One sends a pack of draug on attack your enemies. Так, это у нас обычная зима. Fimble winter is the age mythology. Классик. Но волков чуть поменьше. Но под насрать они, в принципе, могут. Нет, не могут. Они пофишены, это подзаревают. Хотя нет, стойте, у них неплохие характеристики, а что они сливаются к пацанам? Кстати, манвио играет, смотрите, рабочих делает. Походу ее можно как будто ставить. Если она еще и ко мне лес прорубит, так вообще цены ей не будет. Так, храм немножечко странноватый. Дай ее. Ну ладно. Петимус. Петимус. Тель буэн. Кавалри арчер. Садник и теодрэд. Да, они за золото. Ну, короче, а-ля Египет. А что здесь делает купидон? Как он? А, Аполлон. Хуан teach his flower the more greatly than a cherry. Криг. Ладно. Тайл. Поверю на слово. Не знаю, чему. Энвич. Энтио. Юрифер. Драукмастер. О, здесь покупается в храме. Милость. Такая же Убуда, по-моему, была у Арнора. Энвич. А. Криг. Тайл. Энтио. Энтио. Слышь, охотник, иди сюда. Медведь забирай. Курица, все? Курица. Окей, ты тоже иди, медведь забирай. Курица. Да, давайте их каким-то, не знаю, на шестерочку поставим. Да, чтобы не проебаться. Так, и раз нам нужно ковырять к противнику. Здесь еще медведи будут? Да, будут. Так, слушай, давайте к нашему. Пошлем, может он сможет проехать и здесь вырубать только здесь. Надо будет вот этих медведей тогда захерачить. Мне кажется, вот здесь он проедет. Нет, не проедет. Мать чего, пацаны? Хуй деть, медведь жирный. Блядь, он еще отхилился, по-моему. Так, в таком случае идите-ка сюда. Можете поставить здесь ржевую вышечку. И потом добычку. Так, давайте посмотрим, что из себя представляет Теодред. Ну и в принципе вот эти ребята. Блессинг of men. Как один из героев из второго берна, эта unit constantly creates favor. Эджи-херосы create more favor. А-а-а-а, создает милость. Красота. Еще раз. На поздних веках. А-а-а. Короче, не понял, что, но он должен был сдавать. Так, смотрим. Это учник-шисты гуны. Скоречник. Ну, кстати, прикольно, у них щит рохану прорисован. Блядь, откуда ты, Виллиска, родные? О, охотники ваншотят. Красота. Я люблю. И нить. Так, выйдет сюда, рубить. Скипан. 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 Еще и без щита. И выглядит как Аркангус. Или Кастер, я не знаю. А я одинаковый там, блин. Ну, естественно, с ним совсем. Все дела. Ну, кстати, здесь и медведи немножечко поинтереснее сделаны. Но я не знаю, это ли в целом версии в этой игре или именно в моде. Так, раз, два еще. Хорошо. Хотя можно раз, два, еще одного, вот так вот. А нет, генерирует, но пипец медленно. Возможно, на следующих игроках будет побыстрее. Мне, может, про это и хотят написать. Так. Вот так, греб. Так, Теодрэд. Так, нет, ты не Теодрэд. Я Теодрэд. Уже умер, что ли? Фильм на него толком не посмотрели. Здесь от Кис уже. Давай, забари этого медведя. Давай, хорош. Мочи его. Красавчик. Вроде не умираешь. Горжусь тобой. Так, ну здесь хотя бы можно навек перейти, кстати. Потому что я за Хоббитов дальше второго века не могу перепрыгнуть. Там тупо не хватает кое-какого здания. Поэтому за Хоббитов будет обзор короткий. А, он, кстати, следующий у нас, точняк. Так, ну иди сюда строить. В принципе, у нас пока будет сейчас переход наверх, мне кажется, мы сразу накопим он на следующий. Бля, ну карта прикольная. Здесь вас не заражит ней. Это здорово. Так, смотрите. Я раньше играл уже вот в эту херню. Поэтому сейчас мы сыграем вот в этих. Unwaving точно была херня. По-моему, отрубает или на свою сторону перетягивает вражеское здание. Вот эта херня с колесом вообще ни о чем. Летает такая статуя и держит колесо перед собой. Очень весело. Давайте сыграем вот в это. Я сыграю в Unwaving тогда за Arnor. То есть я все равно все покажу. Так же, как и лошадей. У нас, получается, часть богов повторяется. Но я говорю, я получше посмотрю. Если и будут какие-то где-то, по-моему, за Нордлингов боги персональные. Поэтому там надо будет за каждого отдельно сыграть. А вот, по-моему, эльфы, Мордор, Вастлаки, ну, южане. И вот как раз-таки люди. У всех, по-моему, все боги пересекаются. Разные только у Нордов. Поэтому за Нордов отдельно сыграть. Все катки. Идите сюда. Так, давайте немножечко купим. Милости я хочу у волка посмотреть. А что, медведь не появится у нас, да? А, во-во-во. А, это Биорны. Ни хуя-хуя. Так, хорошо. Тут золотишко. Все, идите тогда вот сюда. Так, нужен рыночек. Давай вот сюда захерачим рынок. Охерим лонг хаус. А, ну это, короче, прям в дворец Медусель, да? Так, тут у нас появился Эомер. Заебашим Эомером. Ну и потом, я так подозреваю, появится Эоден. Так, ну-ка, давай-ка, Барак и Зом Медусель, да? Раз, два, и потом рубильню. Ох, ни хуя. Так, он тоже генерирует у нас. Ммм, я понял, это какой-то Грейт, это не сам Драук. Так, его можно спешить. Или оставить конным. Ну, пусть будет конный. Но выглядит реально как киношный. Здорово. Красавчики, круто модельки сделали. Да, я. Так, и здесь это у нас Шторм, это у нас... Circle of Warlin. Лайтинг Шторм, в принципе, там, по-моему, ничего необычного. Обычный грозовой Шторм, как у Зевса. Давайте вот это чекнем. Пристрелили. Так, ну и давайте сделаем Грейт. Посмотрим, что из себя здесь представляют все герои и все остальное. О, Эовин. Флаг и катапульта. Здесь даже войска тренировать нельзя. Но он тоже стреляющий, кстати. Так, в казарме у нас как раз таки тренируется Эовин и обычные солдаты. С золотом, так печально. Так, Эовин у нас по-прежнему в трауре. Или ей что-то не забыли немножечко дорисовать. О, вот такая Эовин мне нравится больше. А, дальше за нее уже платить надо, я понял. Ну, конечно, шмотки дорогие, хули. Ладно, пусть бы с броней бегает. Он так поинтереснее. Так, Ванос Лайт, Сайленс, Бюлдинг, Мэйкинг Зэм, Аннэйбл, Ту Трэн Юнит Форо Тайм. Это чума, какая была у Лареса. Короче, кидаем на вражеские строения, и он на какое-то время не может ничего тренировать. Плэйс из фаунтейн, и дрова вода из хилинг лейка Флорлин. Хилка. Дозреваю, что Хилка. У нас есть кто-нибудь по Котсону. Тельболь. Был у Мэйр, он отхилился. У Сандык. Так, давай тебя брать Сандык. Есть еще медведи, нет? С кем-то бездушица-то можно. Ни с кем-то бездушица-то можно. Ладно, киним, когда заварушек будет. О, Тео Тео Тео. Дэд появился. Так, есть баллиста, есть катапульта. Давайте катапульту и баллист построим. Савыть Бегинс. Нихуя себе, как убил. Let the speed y'all. Let the speed y'all. Так, его тоже можно спешить. А, ну на этого шмотки тратить не надо. Ну понятно, в принципе, девочки-то как. Им на каждый раз нужны какие-то новые шмотки. Они же не могут в одном и том же два раза где-то появиться. Поэтому мы каждый раз с Элвин покупаем новые платья. И, в принципе, похуй, что оно выглядит точно так же. Но суть, наверное, такая. А пацанам похеру где. Че, как одни штаны, блядь, на 10 лет. Все логично. Все пока как должно быть. Идеально просто проработанный мод. Только ресурсов не хватает. Блядь, давайте еще в крестьян упоримся. Че-то реально плохо все. Шард оф нарсель. Рукоять что ли? Капульт, кстати, ничем не отличается от классической. Египетской. Ля, все холени вспотрошили. Хелмс Дип Стронг Холд. Нихуя себе. Здесь Хельма Увпадину можно отстроить, что ли? Хелмс Дип Тауэр. Да, сери... Нихуя. Блядь, здесь... А, ну я говорил, кстати, здесь компания есть. Надо будет ее попробовать помацать. Какие-нибудь там она, бля, пиже, чем в самой игре Lord of the Ring. А че, палантир есть, способности у героев есть. Пускай они такие богатые, блядь. Кому они нужны? Так, организуйте мне базар. Идите сюда, не сковырять. Бельведи решил собрать, да? Ну ладно. Один вопрос. Лучников я тренировать не могу, да? Вот эти вот два, это мои единственные ребзяты. Блядь, блядь, имба, наверное, лютая. О, кстати, баллисты чуть-то другая. Ну я такие баллисты видел у Роха, у Арнора, так что. Не удивили, извините. Че, они золото не ковыряют, что ли? Ну, ясно. Блядь, что-то ресурсы добывать, блядь, ну как развиваться забыли. Ладно, попробуем потом еще ботом. Может, какой-нибудь все-таки додумается, как правильно играть в это. Так, они уж не есть, это есть. Ну, получается, да, нас обделили с... А, она такая одна. А, Хельма Увпадина может быть только в одном экземпляре? Или ее только охотники строить могут? И нить. А, охотники не такие лохи, они могут строить... Хельма Увпадину. И в одном месте Хельма Увпадину. Так, а что толку-то от нее? А, обзор не ебический, смотри, я весь угол вижу. В принципе, если я поставил в центре, мне кажется, я видел почти всю карту. А, что мне мешает, блядь, ее поставить туда? Да, это он, как маяк. Хельма Увпадина. Пятьсот золотых, да, в рот они ебись. Иди ковыряй. Нам золото нужно. Куда-то ушло. Неожиданно. Имейте у герой. Так, давайте-ка на золото. Где глядь, древесинка-то вроде капает. Помаленьку, помаленьку. Ну капает. Сейчас еще загрейдим. Кида тоже. А, волк, кстати, появился, драук. И где-то мимо проезжала Джайна Праудмур и призвала нам на помощь водного элементаля. Поняли, да, насколько здесь все глубоко сделано? Даже отсылочки на Варкрафт. Ёпта. Еще глушников дали нормальных тренировать. Вообще цены бы мне было. Вот у меня эти элементали. Ну, кстати, цена нормальная. 28 мифика. Хотя, блядь, 28 мифика, учитывая, что у нас мифика ель капает. Такое, такое. Поросядочки мои сладкие. Так, ты иди дерево ковыряй. О, пацаны тоже ко мне рубятся. Красота. Через пару часиков мы схлестнемся в кровавой битве. Мне кажется, рубить надо было здесь. Пацаны. Ну, нахуй, пришли сюда. Башню мы снесли. Нам больше ничто не помешает. А то здесь, блядь, и этот лес прорубить, и этот лес прорубить. Нахер надо. Так, 1000 хп, 53 урона. Неплохо. Теоден. Так, батю отдельно держу. Батя интереснее всего. Сколько урона будет у бати? Переплюнет ли он Элронда? Пока что лидерка у Элронда. Блядь, я даже себе запишу. Чисто у нас будет самый пиздатый герой. Элронда. 96 у него, кажется, было. Здесь я подозреваю, что будет Теод. Я, конечно, не знаю. Может, там Элмор или барышня наша. Как втащит? Так, втащит. Эльбун. Мне кажется, вряд ли она что-то умеет делать. Так, отлично. Мы видим всю хату противника. Можно кинуть ему... Ага, даже кинуть некуда, потому что казарм нет. Может, зато кимч фонтан. Лям, у него что, даже армии нет никакой. А, вот они стоят. Ну, короче, казарм нету, вот это мы не посмотрим. Но я говорю, судя по описанию, это просто у нас чума. Элмор, Теодрэд. Вы видите вот это, да? А шмотки-то, блядь, не настолько хуёвые. Есть смысл. Ну, посмотрим, конечно, что она из себя ещё представлять будет. Ну, чё-то, блядь, пока я огнен прям вауф. Так, я базар ставил? Да, базар ставил. Так, давайте всем одинаково давать, чтобы... Чтобы, да. Чё я здесь брал? По-моему, вот это. А тут я брал... Ээээ... Спидатак. Вроде похоже. Так, а у Эл Мэра... А-а-а. Смотри, они в пешей форме. Все пищут будут. Так, теперь всё грейдим. Абсолютненько всё. Клинки. Тет всю хуйню. Тет всю хуйню. Тет всю хуйню. Здесь на что хватает. Опять золот нет. Так, подозреваю, у Рохана всё херово с золотом, да? Несмотря на то, сколько у нас рабочих, говорят. 8 и... Герой. 19 рабочих на золоте. Золота нет. А, стоп. Мы ещё за золото херово здесь потратились. Но всё равно. Мне кажется, от осадных толку опять не будет. Сейчас побегут герои и разломают кабину. Драука так. Бля, это всё здорово, только как драугов-то нанимать? Типа вот этот вожак, это единственный экземпул. Он уже посинел. Охотый крепкий бахнул, наверное, где-то. Так. Покупаем. Интересно, что будет с ним дальше. Сначала он бурзомел. А, ну, правильно, правильно. Там, когда чуть-чуть тяпнешь, сначала щечки краснеют. Когда перебрал, синеешь. После синьки, по-моему, уже всё. Сейчас бац, он такой, и улетел. Поросёночек. Чё за грейд в душе не ебу? Давайте возьмём. Мы же фулгрейдем, правильно? Читайте описание, я всё равно не вижу смысла. Лично я не шарю. Мне кажется, я могу даже неправильно прочитать. Так, здесь ничего необычного. Это, скорее всего, обычный бизон. Овцы-бык. Или кто-то. Так, здесь загрейдили. Тут грейдится. Здесь загрейдили. Ещё каву надо по-максималочке. Кстати, ещё посмотришь, с какой скорость. Так, да, здесь ничего необычного. Обычный бык. Бля, самое интересное, смотрите, я вспомнил, блядь, кто такой овцы-бык, я вспомнил, кто такой бизон, блядь, но я забыл, самый обычный, просто быком его назвать. Семь монеток. Ладно. Ляу-блядь. Ляу-яу-яу-яу. Семь монеток. Ляу-яу-яу-яу. Ляу-яу-яу-яу. Яу-яу-яу-яу. Ляу-яу-яу. эумер походу здесь блять батя стяночка у них конечно одинакового урона блять но утяночки прям на 6 меньше хп а это наверно одна стрела и у нее все херов с броней 60 58 а у него 77 81 по и почти блять стрел не боится если здесь еще какой сейчас грейдинг делаем вообще пиздец на будет грейдов я моим она у периоды нет что из крайности в крайность хватает нахера мне только нужен непонятно не ну кстати вот вот тоже тупой не было больше ставить посмотрим там еще кто-то посмотреть какая фракция наиболее похоже на обычных на обычную раку и и поставить по моему таких нет ридер марк ручок стану сейчас они наградится о порозовел я я люблю фиолетовый 88 атаки блядь да он может и умер на пиздец раздать хотя в мэр еще буст напротив мификов так хорошо грейдов кажется мы все сделали давайте еще разочек на всякий проверим дает не дает вообще в эту крепость здание но мало ли ни хуя ли агрессор то такой вот блять и стой там все гиги за шаги так иди давай за ордер он за моего отца хоть дамажит дамажит всем на раздал неплохо так тогда где так у этого 43 элементарь прикольный до что все нет не все еще грейд мне кажется какие-то уже мини баги пошли потому что я только что этот же грейд делал так здесь все здесь все все везде все казарма есть будет казарма то нет эффектик посмотреть какой же зелененький поехал поехал элвин райдер мне кажется еще одними героями были зарешаем чемпион ридер марк райдер санкет санкет тоже веру переделан яу 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 сейчас давай врываемся погнали за скайрим яу 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 я я лечись родимый давай 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 и и и и и изи и пизи да а я увидела кисло короче да я свою победу отдаю здесь я у мэру и о мир 90 атаки но пока что батя выигрывает десна бля я надо было еще показатели брони списать но мне кажется брони у всех героев будет дохуя короче ладно я не буду возвращаться или может быть потом посмотрю давайте запишем тоже показатели брони чисто сравним какой герой здесь самый самый пиздатый мне кажется со урон хп там невъебенное количество так ну чё то я пока не знаю здесь получается гроханская гвардия в виде мечников и кавалерия жалко только посражаться мы уже второй бой не можем нормально с потом чисто посравнивать хотя бы как они себя в общем бою будут показывать потому что что они вот такие сами себя пиздаты на самом деле в бою мне кажется можно выявить какую-то более имбовую фракцию но это надо с кем-то тестить с кем-то проверять ладненько на этом я с вами прощаюсь дальше у нас а пиздатые хоббиты да ну а с вами был сейчас и урана с всем пока и до новых встреч